Всем привет, я Максим Шубин, короче, этот видос интервью, его брали у меня, его брали, наверное, уже неделю назад, где-то, но, тем не менее, актуальность, информация, которая содержится в этом интервью, она не потеряна, это больше про историю мою на ютубе, про мой опыт, в течение 7 лет я присутствую на ютубе с 2013 года, надеюсь, вам будет полезно, классно, интересно, в общем, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте, Ну и досмотрите этот ролик, это интервью до конца, спасибо Можешь немного рассказать вообще про блогинг и как ты вообще начал этим заниматься? Ну, я начал заниматься этим, наверное, еще с 2013 года, или, может быть, с 2013 года начала, ну, где-то в это время Началось все со спора с моим знакомым, смогу ли я набрать тысячу просмотров Ну, вот я в итоге набрал, мне стало это нравиться, стал выпускать новые-новые ролики, потом узнал, что еще, оказывается, можно зарабатывать с помощью этого Получил первую зарплату, по-моему, 20 долларов была она, ну, это примерно через месяцев 7 после начала Вот, и как-то еще дополнительная мотивация стала, какие-то уже цели, если я стал ставить там столько-то подписчиков, столько-то просмотров, вот и как-то все закрутилось А ты начинал на YouTube? Да, я начинал на YouTube А можешь вспомнить вообще вот тот самый момент, когда вы поспорили, и вот ты уже знал, что ты именно на YouTube будешь делать, или у тебя были какие-то тогда еще альтернативы? Да нет, я вообще не думал, что мне это понравится, что я здесь надолго останусь Ну, я тогда еще в школе учился, как бы, и думал, там, в университет поступать и так далее, вообще немножко другие были планы на жизнь Можно сказать, случайно получилось А что это за видео было первое, которое на первую тысячу просмотров? Ну, я так уж не помню, нет, я не вспомню сейчас Ну, окей Давно было, ну, 7 лет получаться прошло А в какой момент ты первые деньги за это получил? Это вот с того, например, было первое самого видео, или это уже после? Нет, это уже было после Это уже было после, я как бы еще не знал, что можно, в принципе, зарабатывать Ну, по сути, как бы, с ютубом я познакомился благодаря своему же блогу То есть, я не смотрел его до этого, до момента первого своего видео загрузки на ютуб То есть, так получилось у меня То есть, я не приходил на ютуб с целью заработать, с целью какой-то, не знаю, там, показать себя Просто спортом Ну, ты знал уже так, что есть, вот, что есть Я знал, что есть ютуб, вроде, из блогеров я знал, наверное, только Макс плюс 100500 и все До этого я не смотрел его, так, слышал, что мои знакомые смотрят его А вообще у тебя с чем тогда ютуб ассоциировался? Тогда, особо ассоциации не было тогда Я толком не знал, что это такое Узнал, что можно видео загружать, и их будут другие люди смотреть, если неинтересно Вот, все, не больше того Окей, а можешь тогда, вот, дальше, что происходило дальше, там, с момента того, как ты, там, первые деньги заработал и решил развиваться? Ну, я стал ставить какие-то, там, планы, цели себе Хочу, вот, например, ну, первые деньги я получил, по-моему, в июне, год, наверное, был 2014, скорее всего Там просто у меня еще, как бы, был какой-то другой канал, и там, в общем, неудачно с ним получилось, его заблокировали успешно А я уже на основном канале, который, в принципе, сейчас существует Там, наверное, только 2014 получилось, и вот уже, получается, в июне получил первую зарплату И на август ставил, по-моему, 8 тысяч подписчиков, хотел я Такая цель, помню, была Прикольно, то есть ты с достаточно низким, ну, как, с достаточно небольшого количества подписчиков уже начал зарабатывать? Ну, с небольшого количества, с небольшого Потому что сейчас, как бы, есть, там, правила, ну, с этой монетизацией у самой Ютуба То есть должно, по-моему, быть, там, тысяча подписчиков, 4 тысячи часов просмотра А раньше такого не было, раньше ты хоть с одного просмотра мог уже зарабатывать На переролах, да? М? На переролах, на рекламах, ну Ну, в смысле, от самого Ютуба Я вот какую-то собственную рекламу продал, наверное, еще года через полтора То есть я, как бы, ну, начинал совсем как дилетант Ничего об этом не знал абсолютно А можешь вот все-таки в то время, когда ты еще был таким начинающим только Вспомнить, как, что тебе помогало вообще двигаться, там, растить блок, растить аудиторию, снимать контент? Ну, я стал сам Ютуб уже больше изучать То есть я стал его смотреть Если нужны были какие-то моменты узнать в плане, там, монтажа, еще чего-то Я смотрел видеоуроки на самом же Ютубе Некоторые видеоуроки, которые мне казались интересными, но при этом они были сделаны некачественно Но все-таки я их понимал, что там, какая суть Я переделывал, то есть и такие вот штуки я пробовал делать Но уже я, как мне казалось, лучше рассказывал Качественной картинкой, звук был То есть и такие штуки были То есть ты начал именно уже над самим контентом, да, как-то работать Ну да, ну и плюс еще важный момент был Ну, такой прям точкой роста было Это регулярность выхода роликов, помню, была тогда раз в три дня Я выпускал Ничего себе Это, мне кажется, довольно часто А как ты ее для себя определил? Ну, с учетом, наверное, моей какой-то занятости, что ли Ну и мне просто было удобно раз в три дня Не знаю А вообще, у тебя был момент, когда для тебя блог стал, ну вот, не знаю, чем-то серьезным? Да-да, конечно, был А что это за момент был? Ну, это момент, когда вообще на меня обратили внимание, наверное, какие-то сторонние рекламодатели Ну, типа не ютуберская программа Предложили Да, ну и плюс была серьезная точка роста в 2015 году Там как бы я уже себя стал сравнивать с другими, в том числе и топовыми на тот момент ютуберами, типа как Ивангай В 2015 году он был очень прям, наверное, самым даже крутым по темпам роста и в какой-то один из дней у меня было большее количество подписчиков за день, чем у него То есть тогда, да, я подумал, блин, это круто А как ты это отслеживал? Ну, статистику различную смотрел, там какие-то social blade, там, не знаю, ну, то есть я могу как бы посмотреть через эту статистику подписчики вот у других каналов, у себя и сравниваю Угу, это какая-то сторонняя сервис фича Да, да, это сторонний сервис, он не связан с ютубом, там, в СПС ТЭЦ, по-моему, еще такой, таким сервисом он пользовался сейчас, не знаю, работает ли он Угу, а почему, ну, вот тебе, для тебя тогда это было важно, что это бы двигало? Почему важно? Ну, потому что я стал уже зарабатывать достаточно, ну, для меня казалось, приличные деньги Причем только на монетизации с самого ютуба, я как-то еще не разобрался, как продавать и как еще можно зарабатывать на ютубе Ну, только вот монетизация была, то есть это уже мне хватало денег на жизнь Ну и плюс был серьезный такой рост канала и было такое состояние эйфории примерно два месяца, я прям летал Ух ты, похоже Такое состояние было, да А что это к этому привело, вот, к этому росту большому? К этому привело, ну, то, что я выпустил ролик, видимо, в нужное время, в нужном месте и с какой-то своей юминкой То есть оно немножко отличалось от других, ну, то есть там было прохождение игры, я, видимо, как-то его сделал лучше, чем другие, наверное Потому что другие тоже выпускали, но у них не было такого количества просмотров, такого количества комментариев, там, лайков и дислайков и так далее Вот, а у меня это довольно очень хорошо звучит Но ты до конца не знаешь, почему он зашел, ты до конца не понимаешь, почему он зашел Ну почему, нет, ну, чтобы настолько он зашел, потому что он, ну, в самый пик он набрал, по-моему, 15 миллионов просмотров Вот, а за, наверное, за месяц он набрал где-то миллиона полтора или два просмотров Еще там был такой пик прям по количеству просмотров за один день было 450 тысяч Вот, а почему он столько набрал, я, конечно, до сих пор не знаю Возможно, просто YouTube мне улыбнулся, какие-то алгоритмы в мою пользу сыграли Ну и плюс, все-таки я выпустил его вовремя Ну, например, вот обычно делают достаточно сухо это прохождение То есть, ну, прошел, он классно играет и все А я делал акцент не на это, не знаю, типа на артистизм что ли какой-то Пытался там озвучивать что-то, какую-то свою индивидуальность привносить Не знаю, точно не знаю, почему зашел, но вот так получилось А что вот на тебя хлынул поток людей, новых каких-то, да, просмотров? Да, да Что ты, ну как-то, не знаю, начал делать с этим? То есть, какие у тебя в тот момент были мысли? Мысли, сложно вспомнить Ну, просто была какая-то радость Радость, и я, помимо того, что я там учился в университете Я выпускал по три ролика в день То есть, я как бы ходил на пары Три-четыре пары было в день, и еще выпускал ролики То есть, я только этим занимался Больше ничего у меня другого в жизни не было тогда Но мне все равно было очень классно, то есть, я себя очень хорошо чувствовал тогда А в какой момент это, ну, как-то остановилось? Или там твое отношение к этому поминалось, может? Не то чтобы остановилось, как-то все это постепенно было То есть, как-то угасал интерес, ну, к теме, к игре, которая, в принципе, сделала мой канал Скажем так, интересным многим людям Просто, да, интерес угас И, ну, в принципе, игра закончилась, скажем так, для меня лично То есть, я тоже не получал уже те эмоции от этой игры И, соответственно, не мог их передать в ролики Видимо, мои ролики в последующем стали не такие яркие Вот, ну, плюс я еще пытался какие-то другие темы лезть Наверное, это была ошибка, потому что, ну, все равно Как бы ты должен занимать определенную полочку в умах людей, которые тебя смотрят А я пытался какие-то другие, видимо, полочки занять И это уже была, наверное, ошибка И тогда уже люди перестали смотреть, стали отписываться и так далее А почему тебе хотелось что-то еще снимать? Ну, вот, потому что эмоции к этой игре у меня уже угасли И я понимаю, что эта игра не бесконечная и хочется что-то новое Куда-то новое двигаться, но люди привыкли меня видеть Только как бы и ассоциировать с одной игрой, с одной темой Вот, а я хотел как-то дальше двигаться Какие-то, не знаю, новые игры, новые темы, ролики и так далее Но, к сожалению, почти ничего не приносило подобного успеха Даже десятой части того успеха этой игры Как тебе с этим? Ну, то есть... Ну, поначалу было не прикольно Конечно, хотя это все было достаточно постепенно То есть это такое угасание длилось года два Так что не было прям таким ударом, типа резкого нету ничего Вот это было постепенно, но все равно я понимал, что вроде я пытаюсь То есть то, все, пятое, десятое, вроде бы картинка стала лучше, звук Но говорят, что в комментариях я уже не тот Ну, конечно, я не тот, я изменился и так далее Ну и сами подписчики изменились, повзрослели за эти годы Ну, видимо, куда-то не туда свернул Ну и плюс, наверное, учитывая теперешние тенденции на Ютубе Сейчас очень много денег пришло на Ютуб В том числе не... Я не говорю только про рекламодателей Это в том числе, но еще и сами каналы Они стали прям каналами, не блогеры уже То есть это как... Ну, как бы для меня это блогер Это один человек, который все делает Монтирует, снимает, придумывает все В общем, собственно, как я и занимался А сейчас уже целые команды То есть там огромный продакшен Уже огромный бюджет у одного ролика Я в свое время, ну, все-таки не мог этого позволить себе Чтобы нанять кого-то еще, чтобы делать круче и так далее И вот, наверное, в том числе из-за этого Какую-то конкуренцию, может быть, в свое время не выдержал Ну, то есть, как будто сейчас немного другой контент Да-да-да, Ютуб изменился В почете А вот что-то еще ты можешь рассказать про то Что изменилось Что-то еще изменилось ли в Ютуб Что, ну, вот как-то тебе стало сложнее Заниматься тем, чем ты там занимаешься Ну, опять же, повторюсь То есть, это у многих такая штука была И ты, наверное, как-то выгораешь как автор И нужно либо кардинально менять там свой канал Может быть, даже новый создавать Не знаю, может быть, просто какие-то алгоритмы изменились И я не уследил за тенденциями какими-то в свое время Вот, а сейчас, ну, наверное, даже проще что-то заново начать Прямо с чистого листа Угу У тебя есть про это мысли какие-то? Есть, но... Ну, в общем, сейчас я не могу себе этого позволить Сейчас как бы несколько другая у меня жизненная ситуация Вот сейчас как бы я не могу столько времени уделять этому Ну, и плюс эти все идеи, они связаны с определенными расходами А сейчас я не могу на это тратить дополнительные средства Ну, как бы, ниоткуда их, в общем, взять Угу А это расходы на создание контента или что это? Ну, да, это расходы на создание контента На создание, наверное, на создание команды Чтобы были профессионалы Ну, вот это уже там будут большие бюджеты Ну, и плюс не факт, что зайдет, скажем так Как бы еще боязнь прогореть Ну, да, это, мне кажется, когда что-то новое начинаешь, без этого никуда Ну, да, особенно... Ну, я же начинал, я же не тратил никакие деньги вообще А какого рода вот помощь ты хочешь привлекать Для профессионалов в чем? Наверное, профессионалов в монтаже Я не слишком-то хорош в монтаже Ну, и все-таки мне это не так очень нравится делать Мне больше нравится именно быть, ну, не знаю, может, в кадре Или, по крайней мере, у микрофона Потому что я много роликов делаю без, там, камеры и так далее Это мне вполне себе нравилось Мне нравится формат, например, стримов Когда ты можешь часами о чем-то говорить Это для меня очень даже комфортная среда обитания Но при всем при том Она не сыскала интереса у зрителей, скажем так Но я понимаю, что мне нужно саму как бы развиваться Именно у тебя или вообще? Нет, у меня У меня, в принципе, как бы есть определенная аудитория Которую стримы, прямые эфиры интересны Но не в моем исполнении То есть монтаж и... Ну, монтаж, возможно, там какая-то сценарная работа Но все-таки я повторю, что прежде всего я должен сам стать Большим профессионалом во всем Во всех аспектах производства контента на YouTube А что это для тебя? Для тебя что это за аспект? Ну, в первую очередь Ну, с чего начинается все это? Это с придумыванием идеи То есть нужно искать какие-то новые источники вдохновения Пытаться придумать что-то новое Хотя это крайне сложно Либо, что более реально Это находить какие-то идеи Может быть, в других сегментах YouTube Ну, может быть, в других языковых сегментах YouTube И постараться их сделать как-то по-другому Как-то лучше, как-то адаптировать под... Ну, условно, для меня, в моем случае это русскоязычная Все-таки аудитория русскоязычный сегмент YouTube Вот Ну и дальше это сценарная работа То есть надо уже писать полноценные сценарии А я все-таки привык в своих роликах Не пользоваться, скажем так, подсказками и сценариями Это в основном импровизация была Мне, в принципе, это нравилось Прикольно Это будет у тебя... Ну, вот мысли про то, что это может быть Это что-то вообще не связанное с тем, что... Про что у тебя сейчас канал? Ну, процентов на 95, да, не связано То есть какие-то частички у меня еще остались, ну, какой-то интерес к той теме, которой я занимался То есть что-то я бы еще взял Ну, по крайней мере, как минимум опыт Все-таки столько лет Ну, ты говоришь, которой ты занимался Но ты же выкладываешь сейчас Приложаешь выкладывать? Не часто, не часто Ну, я сейчас как бы не делаю ролик ради ролика Я делаю ролик ради высказывания, скажем так Если есть мне что высказать Причем это может быть не просто там какая-то тема Просто какой-то продукт интересный для меня вышел И я расскажусь о нем То есть просто как блогер Как канал, который делает в определенной тематике Я могу... Ну, это даже какая-то свобода, наверное Ну, при всем при том, что я понимаю, что я на этом не заработаю, скорее всего Просто хочу высказаться, вот и все А вот в какой момент у тебя, получается, это угасание началось? Ты говоришь, где-то два года длилось? Ну, примерно, да Ну, началось оно, в принципе, можно сказать, как раз после этих двух месяцев То есть уже серьезный был спад раза в два То есть меня тогда смотрели, ну, то есть это был сентябрь, октябрь 2015 Года У меня смотрели, наверное, от 6 до 7 миллионов Эти два месяца в месяц было просмотров Потом резко сократилось достаточно То есть было 4-3 Вот, ну, 3 миллиона держалось просмотров в месяц Наверное, наверное, год-полтора Потом как-то еще меньше-меньше потихоньку все стало И я, наверное, в какой-то момент сам даже не заметил, как снизились просмотры Как-то все это было слишком постепенно А ты так рассказываешь, что как будто бы, вот, знаешь, хочется понять Вот, на твой взгляд, может быть, сейчас уже оглядывая на ту ситуацию Могло ли тебе что-то помочь вырубить там? Ну, то есть, что это могло бы быть, чтобы ты как-то не на спад пошел, да? А там поддержал этот рост или, может быть, начал даже расти дальше? Ну, я думаю, мне нужно было бы уже делать ролики, скажем так, с бюджетом Ну, то есть вкладывать в производство роликов деньги То есть делать более телевизионный, скажем так, контент Потому что, к сожалению, YouTube превращается в телек для меня, к сожалению Потому что у меня нет бюджета А раньше можно без бюджета было неплохо существовать на YouTube Если ты готов работать, в принципе Даже не важно, есть таланта, нету У меня нет, наверное, таланта, поэтому Просто если хочешь что-то делать, работать, то окей, давай А сейчас даже этого мало Сейчас нужны еще деньги В редких случаях какие-то уникальные идеи могут выстроить, крайне редко Либо какой-то суперталант у тебя есть, уникальный Вот, тогда, ну, не знаю Наверное, просто нужно было делать какое-то шоу, скажем так Тогда, может быть, что-то из этого получилось Либо, вот если бы вообще с самого начала вернуться Я бы в другую тему выбрал Minecraft Какой-нибудь, он, по-моему, бесконечная тема Я не понимаю, как столько лет смотрят эти пиксели Но, видимо, что-то в этом есть Причем там миллионы набирают просмотров Как? Я не понимаю Но я бы, наверное, Minecraft выбрал, да А у тебя какая была игра? У меня была мобильная игра Shadow Fight 2 Вот, ну, дело в том, что Minecraft это как бы онлайн игра Вот, и это как бы плюс для продолжительности, скажем так Жизни, успеха этой игры А эта мобильная игра Shadow Fight 2, она была оффлайн игра То есть там есть определенные сюжетные миссии Ты их проходишь и как бы все Дальше что делать? Сложно придумать Но я все равно пытался придумать какой-то контент Связан тоже с этой игрой И после уже прохождения сюжета Но интересно для моего зрителя Скажи, а ты вот сейчас для своего Следующего проекта, да Если там решишься его делать Ты для себя YouTube рассматриваешь Или какие-то еще другие площадки? Не, ну вообще как бы по ходу этих всех лет Находясь, скажем так, в каком-то смысле, наверное, в медиапространстве И в создании контента Я рассматриваю другие площадки Например, Инстаграм, ТикТок, Твич, ВКонтакте То есть как бы я, ну, все-таки мне больше нравится YouTube Я не знаю почему Наверное, просто потому что связано с ним У меня больше эмоций положительных Ну, в том числе, конечно, негативных Но, тем не менее, он дороже мне Я вижу в нем больший потенциал для себя Потому что я его все-таки, ну, лучше понимаю, чем другие Социальные сети Вот, поэтому все-таки там основная А другие как поддержка, наверное А что значит лучше понимаешь? Ну, я, например, относительно, если сравнивать с Инстаграмом То я не вижу себя в формате минутных роликов Скажем так Я вижу в формате, ну, более длинных роликов Ну и, скажем так, контента, который не перелистывают за пару секунд На котором останавливаются, смотрят Может быть, даже комментарии напишут Потому что у них появилось мнение после просмотра ролика Вот, я вижу себя лучше в таком Хотя я понимаю, что сейчас есть, конечно, тенденция на короткие видео Типа ТикТока Но это не совсем мое Надо все-таки понимать Что тебе подходит А что не очень И не стоит прям гнаться за всеми трендами Нужно найти какой-то свой день На Инстаграм еще, насколько я знаю, развивает Инстаграм ТВ И, насколько я знаю, Инстаграм еще развивает Инстаграм ТВ Такие более институтные ролики Но все-таки это мобильное приложение Я понимаю, что сейчас, конечно, много с мобильных устройств смотрят Но, тем не менее, лично я сам Конечно, если говорить про контента и тую, то употребляю с компьютера Вот, а если про Инстаграм Ну, я сам не особо потребитель контента на Инстаграме Поэтому мне меньше куда интересна эта площадка А ВКонтакте? ВКонтакте я до конца не разгадал историю успеха на этой площадке Но, скорее всего, это мемы То есть какие-то вирусные картинки Которыми хочется поделиться с другими И, как это назвать-то правильно Ну, совместно, скажем так, посмеяться Не сыскал я в этом тоже успеха Хотя эта площадка все-таки достаточно интересная для меня То есть ты пробовал, да, что-то такое там делать? Да, пробовал Но в основном успех моей группы ВКонтакте связан с успехом канала Вот это прямая корреляция Вот, а какие-то, может быть, отдельные всплески Ну, они минимальны Они несравнимы с прямой корреляцией То есть когда YouTube канал рос, тогда и группа ВКонтакте росла хорошо А что у тебя там за контент ВКонтакте? Как ты его вел или ведешь? Ну, опять же, наверное, тоже ошибкой было Группу превращать просто в группу поддержки моего основного канала То есть там какие-то новости были по каналу Опять же, можно было там в том числе ролики посмотреть Из ВКонтакте, а не переходя на YouTube Может быть, просто кому-то, мне казалось, так будет удобнее Вот, ну и иногда какие-то интересные новости Из, не знаю, из мира интернета, технологий Которые мне, опять же, темы были интересные Я мог выложить Вот, ну, пытался иногда какие-то, может быть, мемы делать Но это крайне редко было Я не сильно об этом Потому что, опять же, сам я не поглотитель контента мемов Я поняла А еще ты Twitch, да, упоминал? Да, да Ага, а там, а там, и это я вообще с ним плохо знакома Я знаю, что это такая платформа игровая А что, ну, в смысле, что это сообщество как раз тех, кто играет Ну, в большей части, да, но все-таки это стриминговая площадка, то есть прямые фильмы А, стриминговая, ага И как у тебя там устроен, ну, там, не знаю, какой контент там ты выкладываешь стриминги? Не, ну, я там как бы не выкладываю, я как раз-таки стримлю То есть там нет записи А, все, я поняла А там есть возможность зарабатывать? Да, там есть, там есть платные подписки Но, кстати, это была моя основная цель Скажем так, соответствовать условиям вступления в партнерскую программу отвеча Но там они были достаточно высокие для меня И мне так и не получилось покорить эту вершину За, наверное, три года я как-то, ну, мне стало уже не так интересно Я вижу, что, ну, что-то не получается у меня здесь И я много времени на это трачу А вообще для чего вот ты вот эти дополнительные площадки используешь? Что они тебе позволяют? Ну, какие-то площадки, они, вот я уже говорил А в качестве поддержки основного канала Какие-то просто, ну, типа другой немножко контент Что-то хотелось немножко разграничить кому-то Например, интересно стримить кому-то ролики Типа не сваливать все равно или стрим? Да-да-да Ну, то есть я все равно на основном канале могу сказать, что у меня есть еще стрим-канал на Твиче Заходите, кому интересно, вот и все Типа, почему плохо, если у тебя на Ютубе будут и стримы лежать, и ролики? Ну, это уже будет спамом А люди не любят спам А ВКонтакте почему ты вообще туда пошел? И что он тебе давал или дает, что не дает Ютуб? Ну, ВКонтакте давал дополнительное какое-то общение, наверное, то есть я мог Ну, то есть вот сейчас появилась такая вкладка на Ютубе называется «Сообщество» Там можно какие-то новостные посты выкладывать А раньше такого нельзя было делать, и это больше всего делали там дело А ты имеешь в виду, это у твоего канала теперь есть вкладка «Сообщество», да? Да, да, есть, конечно А вот и... Ага, ага Прикольно, то есть ты ВКонтакте делился новостями? Ну, да, новостями, и опять же, как еще один... Как еще одна площадка, где можно посмотреть мой ролик с Ютуба Ага А ты туда только свой, да, контент, получается, выкладываешь? Просто с каким-то комментом? Процентов, наверное, на 90, да, свой А можно и не только свой? Ну, да Ну, то есть там, опять же, какие-то новости Не я же этот журналист на месте событий То есть там уже получается, да, откуда ты берешь контент Немножко, может быть, переделываешь, а может быть, даже не переделываешь А Инстаграм? Почему ты вообще решил туда пойти и... Ну, в Инстаграме, на самом деле, я сам лично давно для себя открыл эту площадку До 2013 года еще, вот И для меня это раньше был просто альбом в открытом доступе Даже фоточки я время тренинг делал Наверное, даже видеоблог у меня начался как раз-таки с фоточек То есть я просто делал фотографии Мне подарили на день рождения цифровой фотоаппарат Вот я делал фотографии Потом узнал, что тут еще можно видео снимать Окей, я вообще буду видео снимать Вот, и, не знаю, вот эти фотографии я вкладывал время от времени То есть получается у меня даже, наверное, Ютуб-канал появился позднее, чем Инстаграм Но все-таки я раньше рассматривал Инстаграм чисто как личную страницу Даже не блог, а просто страницу А сейчас? А сейчас? Да, примерно так же, на самом деле То есть если бы я прямо рассматривал как блог То, наверное, нужно было регулярно делиться своей жизнью Но я не видел смысла, не видел столько событий в своей жизни Чтобы можно было регулярно ими делиться То есть чтобы постоянный интерес поддерживать У меня такого все-таки нет У меня достаточно спокойная, размеренная жизнь Вот, и тоже, наверное, в том числе из-за этого Плюс я вообще не фотограф, то есть я не могу, да мне не особо интересно делать какие-то суперкрасивые фотки Я поняла Есть ли у тебя что-то, не знаю, в Ютубе, что тебя раздражает? Как раз-таки у Гаши популярность своего канала, наверное, в большей степени раздражает Но вообще сейчас Ютуб изменился, скажем так, в сторону денег Он не стал площадкой для человека Для одного человека, для блогера Он стал площадкой для сообществ, профессиональных видеомейкеров, скажем так И для меня это удар сильный Я еще не оправился Это больше всего раздражает, наверное Ну и плюс какие-то, может быть, моменты, связанные опять же с тем же Майнкрафтом Тоже немножко моя больная тема, потому что все-таки я же игровые видео делал И вот если заглянуть на вкладку в тренде именно по видеоиграм Крайне много Майнкрафта То есть там, наверное, роликов бывают 30 из 40, по-моему, или из 35 То есть очень-очень много процентов, по 80 Как-то мне кажется, что Ютуб, наверное, должен как-то ограничивать контент по одной игре Ну, количество роликов, находящихся в этой вкладке Потому что получат только Майнкрафт Я не знаю, может быть, Майнкрафт платит или выпущий Я посмотрю прямо сейчас, это реально так Не знаю, там были такие еще ситуации Помню, какой-то то ли арабский, то ли какой-то индийский контент был в русских трендах Тоже мне казалось очень странно То есть какие-то такие штуки болезненные Ну, потому что все-таки для меня площадка стала каким-то очень, наверное, дорогим местом То есть я слышал, что многие люди просыпаются там, залазят в Инстаграм, ВКонтакте Новости там читают Ну, вот с самого-самого первого Первых минут после пробуждения Для меня это было всегда Ютуб Всегда Ютуб И сейчас Ты смотришь активность в своем аккаунте или просто чьи-то видео смотришь? Все, и то, и то, наверное, если есть время Если нет, ну, тогда просто бегу тогда по дивану Даже ничего не смотрю Ну ладно А есть ли что-то, что тебе нравилось или нравится в Ютубе? Да, конечно Тогда бы я там не был Мне нравится, что там можно высказывать свое мнение И оно, это мнение могут увидеть другие люди И это мнение они могут оценить, скажем так То есть лайк, дислайк, комментарий Ну и плюс все-таки По-моему, раньше было больше свободы на Ютубе Ну, в плане слова То есть ты мог о тех вещах говорить За которые сейчас тебя могут как-то Ну, притянуть, в общем, эти слова твои Ты, в общем, будешь за них отвечать То есть либо в суде, либо с какими-то другими людьми Сейчас все-таки Ты имеешь в виду какие-то политические высказывания или? В том числе, в том числе Или, например, религии Это огромная тема, в том числе и для меня Но я, да по большому счету, не могу высказываться на эту тему Вообще Потому что, ну, понимая, какие могут быть последствия Учитывая тот же опыт, например, Соколовского Не стоит просто Но тема все равно интересная для меня То есть есть как бы ряд тем, интересные элементы На которых я уже сейчас не могу высказываться на Ютубе Я вот знаешь, пытаюсь слушать тебя И пытаюсь как-то определить для себя Ты так рассказываешь про вот блог, да, свой Как будто бы там две есть части Первая — это вот высказывание, самовыражение какое-то Вторая — это как будто бы, ну вот, что это кусок работы Ну, то есть, знаешь, как-то, что это отчасти работа Вот, и я пытаюсь понять, вот какое у тебя вообще Отношение к блогу на Ютубе Может быть оно менялось, да, со временем как-то Там как-то сейчас оно уже такое Да, да, конечно, менялось, да Потому что, повторюсь, я начинал блог свой Вообще не понимая, что я могу на этом зарабатывать То есть у меня как бы даже цели такой не было Вот, а потом я понял, что ещё можно зарабатывать И можно своё хобби ещё и как-то монетизировать Вот, и потом получилось, что, ну, получалось, скажем так, монетизировать И для меня это было очень-очень приятно, скажем так Я не могу назвать всё-таки это работой Ну, потому что работа — это, наверное, ну, какое-то такое тяжкое занятие Которое ты ненавидишь каждый день Ну, для меня лично Вот, а это было хобби, которое приносило денег Но я сейчас понимаю, что Ютуб-канал, он не может жить без денег Если ты не имеешь фото другого большого источника доходов Либо, грубо говоря, у тебя есть богатые там родители и так далее Которые могут тебя обеспечить Так, возможно, кто-то и живёт То есть тоже хочет как-то что-то делать на Ютубе Но при всём при том, что он, ну, не делает, скажем так, интересных вещей Но всё равно ему здесь нравится То есть он не зарабатывает, но всё равно его канал живёт В моём случае такое невозможно Если я не зарабатываю, значит, канал не может жить Значит, я должен находить какие-то другие источники дохода И как-то выживать Поэтому я не могу много времени уделять каналу Вот, и так что, да, поменялось В какой-то момент, в принципе, Ютуб для меня стал работой Потому что, ну, что-то как-то мне стало, наверное, скучно И я понимал, что я как-то устаю, что ли, на нём Ну, то есть у меня раньше такого не было Мне всегда было какой-то, ну, на какой-то яркой эмоции всегда я всё делал Там, даже монтаж Хотя монтаж я никогда, честно говоря, не очень любил это дело Я именно больше любил снимать, озвучивать Вот что мне больше было интересно Сейчас, ну, даже не сейчас А вообще большую часть времени после, наверное, спада Это уже превращалось в работу Причём низкооплачиваемое Потому что я очень мало зарабатывал Но всё равно оставался здесь Я всё равно верил, что смогу больше зарабатывать И уже, ну, скажем так, нормально жить И знаешь, интересно А вот интересно Вот в этот момент, да, когда ты У тебя уже был спад Но ты ещё верил, что можешь зарабатывать Искал ли ты какие-то для себя дополнительные способы монетизации? Да, как раз я тогда и понял, что можно не только зарабатывать за счёт рекламы Партнёрской программы Ютуба Ну, или там ещё каких-то сторонних партнёров Которые ещё процент у тебя забирают А ты тоже использовал партнёрки? Да, я использовал То есть у меня был опыт, наверное, двух партнёрок Вот И в итоге я всё-таки перешёл на ютубовскую партнёрку А почему? Ну, потому что она больше даёт денег, чем... Потому что она не забирает ещё с этого дохода Ну, то есть получается, смотри как Есть как бы условно 100% заработка на ютубе, да Это, ну, скажем, 1000 долларов Это хорошо было бы Вот Вот, ютуб, по-моему, сейчас забирает, если не ошибаюсь, 30% Раньше вроде больше было Ну, получается, тебе 700 долларов достаётся Если ты напрямую с ютубом работаешь Если есть какой-то партнёрской программы То эти 700 долларов, они ещё делятся То есть кому-то ещё какая-то часть от твоего пирога достаётся А что они тебе помогают? При всём при том, что тебе взамен особо ничего не дают за это Ну, а почему ты тогда их использовал? Ну, тогда я этого не знал А что они тебе отвечали? Плюс, ну, собственно, это ошибка Ну, и плюс всё-таки, ну, какие-то плюшки, скажем так Эти партнёрки предлагают Ну, такие мыльные пузыри для меня были Ну, там, не знаю, типа какую-то музыку они предоставляют Которую ты можешь использовать в роликах Либо была у неё партнёрская программа Которая предоставляла довольно интересную программу Которую можно использовать для Ну, скажем так, для оптимизации своих роликов Для определения оптимальной даты выхода роликов Когда твои подписчики наиболее активны Ну, в общем, всякие такие штуки Там ключевые слова, заголовки Вот, в принципе, достаточно интересная программа И звучит она, ну, прям полезно В реальности эта программа Ну, я не увидел чего-то прям реально полезного Чтобы прям мой канал стал лучше расти Вот А ты пользовался, да, ими, их рекомендациями Вот этим Да, я пользовался, да А YouTube тебе не предоставляет такую аналитику? Ну, возможность Нет, нет Ну, ты как бы вручную можешь, конечно, искать То есть в самом поиске Там он же предлагает, как, например, Google, Яндекс Типа, вот, например, написал какое-то одно слово И там рекомендации, типа, что ищут Мне же всегда это нужно искать Что ищут То есть я всегда все-таки Ну, может, не всегда, но зачастую основывался на интересе сторонних людей Которые что-то ищут, а не на своих подписчиках Вот Потому что Ну, я хотел всегда на аудиторию какую-то Чтобы аудитория росла А, это прикольно То есть ты в YouTube через поиск Увидел, типа, какие поисковые запросы Больше набирают, да? Да, да Ну, это я, конечно, редко так пользовался Потому что, ну, это не очень хорошо срабатывает Потому что есть определенные запросы Под которые строят целые каналы И конкурировать с каналами сложно Если это достаточно приличные каналы Ну, в плане просмотров Не подписчиков, это ключевое То есть ты просто берешь какую-то тему, ну, новую для себя То есть не полостной теме И хочешь ролик снять И сложно конкурировать Ну, чтобы вот именно в поиске твой ролик был выше Обычно все-таки эти каналы, которые снимают Там тысячи роликов по этой теме По одной теме Вот, поэтому это не очень работало Что-то еще ты использовал, чтобы привлечь новых подписчиков? Ну, например, Wordstat использовал Потому что я знаю, что Яндекс это самый главный поисковик Для русскоязычного сегмента YouTube То есть все-таки даже не Google Хотя, в принципе, Google-то это же как бы есть В каком-то смысле YouTube Ну, да Потому что, ну, на самом деле Wordstat так себе работал Хотя все равно он периодически может выдавать В поиске видео Не только ссылки на какие-то сайты, статьи А может еще и в том числе и видео выдавать Или, например, листы целые То есть это тоже довольно интересная штука То есть, ну, как-то, каким-то образом Это, в принципе, помогало А как ты это отслеживал? Что это было эффективно или неэффективно? Ну, можно в YouTube-аналитике посмотреть Откуда приходят зрители То есть, как... Откуда приходят люди, которые смотрят Твой даже какой-то конкретный ролик Не по всему каналу То есть там либо какая-нибудь поисковая строка Либо подписчики Ну, вот я, например, удивился не так давно Мои ролики сейчас в основном смотрят Где-то процентов, по-моему, 15, что ли, подписчики Остальные — это поисковый запрос Это меня вроде бы и расстроило А с другой стороны вроде и прикольно Значит, я все-таки как-то могу оптимизировать Свои ролики под поисковый запрос Но при всем при том, что я понимаю Блин, а подписчики-то почему не смотрят? Почему так мало? Или почему вы не подписываетесь, которые Типа ищут и смотрят? Угу Прикольно А что-то еще было? Какие-то ты еще способы продвижения использовал? Способы? Ну, тогда нет, наверное Я как бы еще общался с определенными Знакомыми коллегами по цеху Скажем так Вот И как-то с ними в ходе бесед На тему YouTube в основном Рождались какие-то идеи В том числе для коллабораций Вот То есть это тоже, наверное, можно назвать Ну, источником для поиска идей А какие-то коллаборации в итоге делали? Да-да, делали-делали Было дело А что это? Можешь рассказать, что это было такое? Ну, это были Мне даже интересно Ну, как бы С какой целью ты это делал? То есть почему Ну, это, наверное Один из самых Один из самых Лучших способов Рекламы То есть, снимаются два ролика На разных каналах На разных каналах И в том, и в том ролике Присутствуешь Ты и твой Коллега И, соответственно Вы снимаете Ну, какой-либо Совместный ролик На два канала Даете ссылки И рекомендации Что подпишись на канал Моего друга и так далее Вот Или, например Продолжение этого ролика Или какая-нибудь вторая часть Условно говоря Есть на том канале Посмотри, подпишись Ну, и, соответственно Твои подписчики Знакомятся с каналом Твоего коллеги И его подписчики С моим каналом Ну, это как бы Такая вот Коллаборация получается Это Очень неплохой вид рекламы Может быть, даже Один из самых Эффективных на ютубе Ну, если сравнивать С какими-то там Прироллами Почему Или Ты часто так делал? Много так делал? Поначалу Я старался Это максимально часто Использовать Когда только Пытался как-то Развивать свой канал Я даже рекламу покупал На заработанные С ютуба же деньги Все тратил на рекламу Вот И, да Пытался искать Каких-то Что-то подвисло А где ты рекламу покупал? Ну, я рекламу покупал Тоже у каких-то Более Известных Блогеров И вот Пытался Через партнерство Да Я пытался Искать какие-то Другие каналы Чтобы они были Примерно В таком же диапазоне Подписчиков Просмотров Ну и пытался Раньше вообще Можно было написать На ютуб канал То есть там Была такая Внутренняя социальная сеть Скажем так Но она такая Ужасная была Поэтому ее сейчас убрали Вот я и писал Типа Давай Дружить Давай Добавим Наши каналы Себе в саббокс Ну это такая штука В правом углу На главной странице Канала Где-то Рекомендуемый канал Вот Ну либо там Не знаю Лайкнем Друг друга Ролики Ролики Обычно эти видят На главной странице Твои подписчики То есть Был смысл в этих лайках Вроде как Ну либо Может быть даже Какой-то совместный ролик Сделаем Вот Но это Все-таки Совместные ролики С более близкими Коллегами я делал Ну которые С которыми я хорошо Я себя чувствовал При записи Чтобы была такая Не знаю Химия что ли Что было интересно смотреть Ну и чтобы тематики Были схожи Вот В этих партнерствах Были ли какие-то Не знаю Там сложности Или что-то Что тебе Не нравилось Ага Что-то не нравилось Ну или Либо что-то было сложно Ну сложности были в том Что Ну во-первых До этой социальной Ну то есть Я же писал Обычно В эти Ну в социальную сеть Ютуба То есть как бы С канала на канал Грубо говоря Писал И я сам Редко просматривал Там сообщения Ну и понятное дело Что мои сообщения Тоже видимо редко Просматривали То есть Ну просто могли Не увидеть Мое предложение Например О дружбе Между каналами Ну и плюс Как бы В плане поиска Тоже были Тогда Некоторые трудности Потому что тогда Канал в принципе Намного меньше Было чем сейчас Чтобы найти Ну подходящий Для дружбы Скажем так канал Ну и плюс Опять же Не все соглашались Не все отвечали Хотя вроде как Посмотрели Сообщения Не всем это было интересно Вот Ну и В этом наверное Сложности были А так Ну все таки Это не приносило Желаемого Наверное Роста Просмотров Подписчиков Ну может быть там Какой-то был эффект Но небольшой Все таки Я же Ну типа Не с каналами Миллионниками Дружил Ну там все равно Были там Может быть 20-30 тысяч Подписчиков Ну и просмотров Тысяча Две Там пять То есть Какие-то были ожидания И по приходу Но они не оправдывались Ну Наверное да Но все таки Прямо каких-то Скажем так Цифровых Числовых ожиданий Не было То есть Ну я думал Что это Ну неплохо Да Но я не знал И не Не было у меня ожиданий По каким-то определенным цифрам Типа вот должно Прийти например Тысяча подписчиков В течение Например Хотя бы Месяца Такого не было Просто такая Дополнительная поддержка Вот и все Я поняла А вот С партнеркой Ютуб Да С системой Монетизации Которая внутри Ютуб Вообще Насколько было Сложно Разобраться Или легко Ну это было Очень давно Это было Наверное Лет шесть назад Да Шесть лет назад Я вроде Та читать уже умел Так что Мог в принципе Разобраться Но точно не помню Были конечно Определенные сложности Там Но если Напрямую Партнерку делать Через Ютуб То у меня была Ну такая не то что Сложность А вопрос Который нужно было Решать оффлайн Скажем так То есть Нельзя было решить дома Нужно было Идти в банк Нужно было Какой-то там Электронный кошелек По-моему Он точно назывался Нужно было Как-то его активировать Убирать лимиты Вот И такого Я так понимаю Многие ютуберы боялись Поэтому шли Ну или может быть Не могли разобраться Не хотели разбираться И поэтому шли Как раз такие Знаете Посреднические Партнерские программы Которые еще брали Дополнительный процент С твоих доходов Я в итоге Потом разобрался Сходил в банк Вроде все окей Все сделал И напрямую С ютубом Сотрудничать Это была такая Небольшая Небольшой вопросик Который нужно было решить Слушай А будет здорово Если ты Может быть Что-то еще вспомнишь Вот на первых порах Когда ты только начинал С ютубом сотрудничать Было ли что-то Было ли что-то Что в этой их системе Информация Скажем так Скажем так Нужно было Получить письмо Из США Не знаю Из Вашингтон Ну то есть Из гугла То есть он должен был Присылать тебе бумажное письмо Это как бы гугл То есть это Как бы Ну не почтовая служба И это было очень странно И забавно Они должны были Присылать бумажное письмо Где было Одно слово Ключевое Которое ты должен был Квад там ввести Это было Несложно Но это было Долго Ну недели две Наверное письмо Это шло Вот Это было Ну забавно даже И я даже Хранил это письмо Какое-то время Прикольно И на гугл Пришло письмо Какие еще сложности Ну все-таки Надо понимать Что это Как бы Американская Платформа И она Соответственно На английском языке Писалась Изначально И возможно Были какие-то проблемы С переводом На русский язык Но все-таки Русский язык Достаточно сложно И там Был не всегда Корректный перевод Но опять же На 2013 год Сейчас Все нормально Вроде с переводом Нет проблем Тогда были Какие-то порой Странные слова Которые нужно было Дополнительно Понимать Дополнительные Нейронные сети Использовать В голове Чтобы их Понять было А ты мог Как-то прогнозировать Свой доход От ютуба Понимал ли ты Допустим Что если Не знаешь Ты что-то сделаешь Сколько ты денег Получишь Вопрос конечно Хороший Но Да нет Я не мог Прогнозировать Это Это опыт Как американские горки Все-таки Здесь нет Оклада Нет Премий За Не знаю За успешное Собеседование Как мы В Сочи У вас Да может быть Есть какие-то Премии Или там За успешную Какую-нибудь продажу Или какой-то План выполнить Нет Такого не было Ты Предоставил Сам себе Мне в принципе Это очень нравилось Что я Вроде как На себя работаю Но с одной стороны Вроде как На гугл Но Он меня Не слишком-то Говорил Что делать То есть я сам Решал Что мне делать И когда делать И надо ли вообще делать Вот это конечно Круто бывает Ну и Из-за этого Наверное Как-то Нельзя было планировать То есть Если ты что-то Успешно снял И ты даже не знаешь Сойдет Не зайдет Всегда Это Ну такая Пальцем в небо Для меня было По крайней мере Нет Я не мог Прогнозировать То есть никакого рецепта Не было успеха Типа Чтобы понять Был это видео Успешно Или нет Нет Почему был успех? Ну рецепт такой Ну не прям Он на сто процентов Это главное Это регулярность Это Работать нужно Во много Наверное Ну и плюс Если ты можешь Сделать лучше Если ты видишь Варианты для улучшения То делай Радинись То есть Может быть Нужно в монтаже Где-то побольше посидеть Ну что-то там Какую-то ерунду Вроде бы сделать Но ты можешь На нее там Час-два потратить Но наверное Все-таки стоит делать Я этого раньше Не делал Я брал Наверное Количеством А не качеством Но это тоже Наверное Сейчас Неправильно Сейчас нужно Запариваться Очень сильно С монтажем А ты А ты вот как-то Какую-то Обратную связь Получал Чтобы понимать Что тебе Можно улучшить Ну да Я порой Просто даже Напрямую спрашивал Может там В конце ролика Либо в комментариях Как вам Например Какое-то нововведение Которое я пытался Вести там В фоне монтажа Там например Музыку какую-то другую Поставил Или вообще Просто впервые Подставил музыку На фон Не знаю Там еще какие-то Фишки с монтажом Пробовал Но обычно На какие-то Позитивные Как мне казалось Вещи Которые не вызывают Негатив Как минимум Они Не слишком-то Реагировали И писали Это хорошо Или плохо То есть Там очень было Мало комментариев А если какой-то Негатив Где-то там Со звуком Ты напортачил Может быть Там Как-то Слишком Завышено Было Не знаю Но есть Как бы Такая ровненькая Линия звука Если посмотреть На звуковую дорожку В каком-то Редакторе А где-то там Завышен Ты просмотрел И это как бы Бьет по ушам На 10 тысяч По ушниках То конечно Тут сразу Напишут комментарий Негативный И дислайк И отписку Это вся Вот эта история Вот это да То есть Негатив Он сразу прилетает А позитив Ну или Просто какое-то Изменение Но при всем При том Что оно не вызывает Эмоций Это редко Писали Об этом А вообще Ты как Со своей аудиторией Общался В комментариях На стримах Ну потом уже на стримах Стало общаться Мне Даже на стримах Это прям самый мой Лучший вариант Общения с аудиторией Я его обожаю Но опять же повторюсь Что почему-то Не могу я найти Не знаю Свой образ Что ли Своего зрителя Хотя я бы Может быть даже Полностью бы стал стримером Мне прям это нравится А что бы тебе помогло Это найти На твоем взгляд Что бы могло помочь Ну Первое Самое очевидное Но В моем случае Не совсем возможно Это деньги То есть Потратиться серьезно На рекламу И просто грубо говоря Поискать Свою зрителя Там 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 Ну Это крайне затратный Способ И КПД Очень низкий Я думаю Будет А второй вариант А что ты сказал Что первый вариант Это найти Ну как бы Потратить деньги Чтобы найти На рекламу Чтобы найти Свою аудиторию Ну второй вариант Наверное Экспериментировать Экспериментировать Пробовать Как-то удивлять В прямом эфире То есть Все-таки Ты сразу можешь Реакцию получить Ну то есть Ты то делаешь Или не то Ну и Нужно наверное Сценарий писать Для прямых эфиров Пытаться Делать прямой эфир Ну типа Каким-то Режиссерским Что ли То есть Там Планы менять То есть Крупный Общий Там Не знаю Пытаться Пытаться Делать Эти прямые эфиры Под Определенным Графиком То есть В определенное время В определенный день Чтобы было Определенные интересы Ожидания Аудитории Ну чтобы Как бы Ты профессионально Этим занимаешься Ну опять же Оформление должно быть Соответствующее Самого стрима Графически Хорошая картинка Хороший звук Ну и как-то Чем-то надо Все-таки удивлять Это уже Сложно Бывает Ну или Опять же Какие-то задания Странные Дурацкие Пытаться Выполнять Ну что ты имеешь Под заданиями Странными Турецкими Ну например Лимонным соком В глаз То есть Это Дурацкое Странное Опасное И за это Кстати Ютуб Может тебя И забанить Сейчас Раньше не банил Либо Был раньше Стример Зэк Его били За деньги Это смотрели Очень хорошо Смотрели Люди любят Когда другие Бьют Это смотреть Поэтому Тоже Не мой вариант Не знаю Там Какие-то Издевательства Над собой В прямом эфире Скажем так Может быть Там На вас условно Побриться Сбрить брови Еще Ну то есть Где такие Тоже Как бы Ну такой Разово Слишком Тоже Не мой вариант Не хотелось Что-то Надолго Но пока Не получается Такое Придумать Да и Я уже Не так Много Трачу Времени Чтобы Это придумать Просто Работает Окей Я поняла Спасибо большое Мне кажется Я у тебя Все Спросила Чтобы Умнировала Спасибо Что Отвечал Подробно